Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Игорь Илдашев и сегодня я представляю вам интервью с гениальным директором по регулятору Александром Михайловичем Мельцером, который, ну, можно сказать, создал это предприятие, создал его с нуля. Там, где, как он говорит, колосились березы и росли просто трава и холмы. Александр Михайлович сегодня вам расскажет, немножко поделится своими впечатлениями и мыслями о заводе и о новом предприятии. Здравствуйте, Александр Михайлович! Здравствуйте! Рады вас видеть! Мы вас тоже! На самом деле, спасибо вам огромное за приглашение, приглашение на ваш праздник. Под конец года вы подарили нам, арматуростроительным, такую мечту, мечту, которую можно осуществить. Это ваш новый производственный завод, цикл. Расскажите, пожалуйста, немного о нем. Что с собой представляете? Самое главное, почему именно в Ярославле? Почему именно здесь и в регуляторе? На самом деле, это можно в любом крупном областном центре сделать. Но так сложилось, что в Ярославле. Четыре с половиной года назад здесь не было ничего. Здесь была земля, и сюда пришла группа специалистов. Сегодня здесь 160 профессионалов. Прежде всего, инженеры, конструкторы, технологи, управленцы, коммерсанты. И именно они решили те задачи, которые вы видите. Сегодня реализована программа фонда развития промышленности Министерства промышленности и торговли по импортозамещению. Вот перед вами масса продуктов, которые готовы уже к отгрузке. В Узбекистан, на север России. Вот перед вами стоит оборудование, которое мы закупили на деньги фонда. И в программе софинансирования вложили свои средства. Но самое главное достижение, это что сегодня у нас специалисты сняли планку по разработке какого-либо другого направления. Мы вам показали наши возможности, с чего мы начинали. Мы показали наши возможности в проектировании. И мы на этом не останавливаемся. В июне следующего года мы покажем наши новые перспективные наработки и новые наши возможности. Поэтому сбылась мечта, все получилось. Следующий ход за нами, и вы его увидите в следующем году. Александр Михайлович, на самом деле многие зададутся вопросом, Как вам удалось достичь такой высоты? Потому что, по сути, уважаемые друзья, как я и говорил ранее, регулятор – это завод, который создан с нуля. То есть, по сути, он создан из идеи, из мечты. Началось все с мечты, а привлечены были профессионалы. Это очень трудная, кропотливая работа. Прежде всего, привлечь людей, найти специалистов и еще их обучить. И мы это сделали. И я неоднократно вам рассказывал в своих интервью, как это все происходило. Главное – это люди, которых мы саккумулировали вокруг этой идеи, вокруг этой мечты, нацелили их. И вместе с ними добивались каждый день, каждую минуту результата. Если говорить о импортозамещении, какой сегодня, по-вашему, основной тренд? Все-таки это креогенная арматура или есть еще планы развития? Я бы не хотел сегодня уже говорить об импортозамещении. Я хочу говорить о высоких конструкторских, инженерных, технологических возможностях регуляторов. Это покроет все – и импортозамещение, и любую другую идею. У нас для этого есть все. У нас есть специалисты, у нас есть конструкции, у нас есть технологии, у нас есть идеи, мы знаем, как сделать их прикладными. И вот именно об этом сегодня нужно говорить, я хочу говорить, а не об импортозамещении. Александр Михайлович, я думаю, что Вы также хотели бы поблагодарить тех, кто принимал участие в создании этого цеха, в создании его, в превращении из регулятора, как из кокона бабочки. Кого бы Вы могли в этот праздничный момент вспомнить, под конец года, тех людей, кто вложил в свои силы труд, желания, мечту? Наших конструкторов. Это Гусев Павел Борисович, Сергей Никлюдов, это Дмитрий Воронин, это наша экономистка, автономова Алена, это Ткаченко Сергей, это Новожилов Николай, это многие-многие другие инженеры, управленцы, коммерсанты, бухгалтера. Они все работали на одно, на одну идею, и будут работать на одну идею. И они знают, ради чего они работают. Я думаю, что, уважаемые друзья, на самом деле это общее достижение. Нельзя говорить, что это заслуга Александра Михайловича, на самом деле, потому что, как он говорит, команда, командная игра, командный дух, он объединяет. Александр Михайлович, что бы вы хотели пожелать российским ароматуростроителям в преддверии уходящего 2016 года и в преддверии наступающего 2017? Успеха! Я всегда желаю успеха, хотя бы на базе стабильной экономики. Будет стабильная экономика, наши машиностроители всегда добьются успеха. Друзья, я добавлю еще к Александру Михайловичу словам, что на самом деле, вот то, что сегодня мы вам рассказываем, про то, про этот цех, это на самом деле реальность. К ней надо стремиться, и она сегодня осуществима в наших условиях. Спасибо вам большое за веру, спасибо вам большое за организацию, и, конечно, за работу в этом году. Я пожелаю вам Нового года, хорошей встречи, семейного праздника, и, конечно, успехов. И сегодня вперед! Удачи! Удачи, друзья! Спасибо! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»